Сегодня я хочу сготовить пирожки с картошкой, для этого нам нужно тесто, вот оно уже подходит, пюре обычное тоже у меня уже готово и теперь я хочу обжарить лук, я уже поставила сковородку, обжарить лук на растительном масле и тоже положить туда в пюре, это будет начинка для пирожков. Лук режем как можно мельче, чтобы он потом не сильно попадался в пюре, чтобы был вкус у меня, конечно, у начинки был вкус и чтобы он немножко был зажаренный. Сейчас у меня в сковородке греется масло, я туда высыпаю лук и не обжариваю. Лук обжариваем, чтобы появился немножко такой золотистый оттенок, огонь надо добавить немножко, чтобы он не сгорел. И тогда взяться смешиваем в пюре и добавляем перчика черного молотого и начинка готова. Вот так, лук в пюре добавляем, размешиваем и добавляем черный молотый перец. Кто любит, может побольше положить, кто не любит, может совсем не класть. Как говорится, вкус и цвет товарищей нет. Вот так, начинка для пирожков с картошкой у нас уже готова. На батрушек готовим противень. Раскатываем тесто, вернее разделываем его на несколько частей, делаем вот такую как бы колбаску и разрезаем ее, режем на одинаковые такие кусочки теста. Эти кусочки скатываем в шарики, вот такие, и дадим им немножко подойти, пусть они лежат. Пока я делаю остальное тесто, они уже чуть-чуть подойдут. Доработаем с тестом, желательно, чтобы не было сказника нигде. Лучше даже закрывать тесто полотенцем или салфеточкой, чтобы оно не заветривалось на воздухе. Чем меньше шарик, тем, значит, соответственно, меньше получится пирожок. Что мы будем делать из этого? Если вы хотите делать крупный, то, значит, надо больше делать этот шарик, больше кусочек теста отрезать. И хорошо, когда подходит это тесто, полежит, потому что, хотя бы, пускай, в готовом виде пирожки полежат перед тем, как их ставить в духовку или жарить, потому что, чем оно больше подойдет, тем пышнее будет и нежнее будет тесто, когда в готовом виде пирожки или ватрушки. Поэтому очень успешите. Вот так у нас получилось. Шарики надо класть друг от друга на небольшом расстоянии, потому что, если они подходят, они могут слепиться потом все вместе. И надо закрывать лотенчиком, чтобы они не высохли. Теперь шарики раскатываем вот такие лепешечки. Чем тоньше лепешечка, тем тоньше, значит, тесто в пирожке. Если кто-либо толстый тесто, чтобы было в пирожке, то сильно раскатывать не надо. Но сильно раскатывать не надо, тоже до такой степени, чтобы тесто просто порвалось, потому что будет подходить, там еще начинка внутри будет кипеть, и она может просто полопаться. Вся начинка будет на плите, на сковороде или на противне. Тесто можно просто залепить, вот так пирожок сделать, и швом положить его на сковородку. Можно сделать красивый шовчик, ну, примерно как на полимер. Готовые пирожки кладем на разделочную доску, к которому приготовили, дадим подойти немножко под полотенцу. Кладем на центр начинку и берем края. Начинаем с конца. Вот так, то с одной стороны, то с другой. Делаем как бы складочки, залепляем с этой, с этой, с этой, с этой. И доходим так до края. Вот у нас получился такой пирожочек с таким швом. Кладем его также швом вниз и подходит. Вот такие у нас получились пирожки. Сейчас они подходят немножко, просто я их открыла показать. Я их собираюсь жарить на масле на сковородке, вот я уже приготовила. Вот, но если кто-то не любит жареные, но любит печеные пирожки, то можно их перед выпечкой смазать. Желток с водой разведенный смазать, поставить в духовку, чтобы у них была красивая подрумяненная корочка. В духовке пекутся также на 360 градусов по Фаренгейпе или на 180 по Цельсию, ну, где-то минут 20-30. Ну, надо смотреть. Пирожки у нас чуть-чуть подошли. Осталось сковородку греть. Сейчас она немножко нагреется. Наливаем масло растительное. Масла должно быть побольше, чтобы не на сухой сковородке пирожки жарились. И сейчас ждем, когда нагреется масло, и начинаем жарить пирожки. Проверяем, подогрелось ли масло. Да, вот, лопаточка. Опустила ее в масло, масло кипит, пузырится, значит уже готово нагрелось масло, и начинаем жарить пирожки. Кладем пирожки швом вниз. Немножко через минутку сейчас нам даже меньше. Убавлю температуру на среднюю, чтобы они сразу не сгорели, а пропеклись. Пирожки перевернули на другую сторону, продолжаем одну сторону подрмянуть. И теперь жарим вторую сторону. На всякий случай еще перевернула на бочок, и потом перевернула на другой. Вот. Вот такие у нас получились пирожки. Чайник уже кипит. Слышите шумит? Приятного аппетита!